Встреча с Яном Йоффе Добрый день, анатолий! Добрый день, радиослушатели! Шпионаж – одна из древнейших профессий, возникшей в начале человеческой цивилизации. Шаман, проститутка, шпион. Шаманы со временем стали политиками и адвокатами. Проститутки и шпионы остались верны своим первоистокам. Наказание за шпионаж во всех странах весьма сурово. Вплоть до смертной казни. Но профессия живет. Своих шпионов называют разведчиками, награждают, пишут о них книги, снимают кино, составляют легенды. Натан Хейл – американский патриот, шпион времен войны за независимость, национальный герой. Это он произнес перед казнью слова «Я жалею только, что у меня одна жизнь, которую я отдаю за мою страну». Для британцев, которые его повесили, он шпион, по вине которого был уничтожен отряд английских солдат. Даже сегодня слово «шпион» не в почете. Люди, работающие нелегально в разведывательных организациях, предпочитают, чтобы их называли разведчиками или «intelligent officers». Офисерс, профессия действительно древняя. Пять тысяч лет назад египетский фараон Татмозис III спрятал своего шпиона в мешке для муки и переправил его в осажденный город. Об этом говорят иероглифы, найденные в одной из пирамид. В Торе говорится, как Моисей отправил шпионов в Канан собрать информацию о земле обетованной. Много написано о истории шпионажа, но всех превзошел Советский Союз. После захвата власти большевика, большевики создали огромную сеть шпионов, агентов влияния, работавших на Советский Союз. Желающих было немало. Члены многочисленных коммунистических партий и капиталистических стран, верой и правдой, служивших Москве, кто по убеждению, кто за деньги. Коминтерн, бесчисленные комитеты дружбы, борьбы за мир, молодежные организации, все эти торговые организации, все были пронизаны агентами КГБ, включая интуристы. Сталин в конце 30-х годов отозвал в Москву множество советских разведчиков, работающих нелегально за границей. Почти все были расстреляны. Для Сталина человеку, прожившую какое-то время на Западе, нельзя доверять. Расстреливали одних, на их место приходили другие. Есть два способа создания новых технологий. Один – творческий. Путь длительный, сопровождаемый риском и требующий больших затрат. Второй путь проще – украсть. Зачем? А затем сделать копии. Советский Союз пошел именно по этому пути. Тысячи офицеров ГРУ, агенты КГБ крали все технологические секреты Запада, где сама открытость общества, наличие публикаций, технические ярмарки представляли огромное поле возможностей. Да и сам Запад способствовал промышленной индустриализации Советского Союза. Все крупные довоенные промышленные предприятия были построены с помощью западного оборудования и западных инженеров. Во время войны американцы поставляли по лендизу тысячи видов промышленных материалов. Станкуки, самолеты, радиооборудование, танки, машины. Берите, изучайте. Надо отдать должное русским инженерам. Копировали они успешно. Двадцатый век называют столетием шпионажа. Конечно, бесспорно, шпионы, разведчики, они же бывают разные. Одни успешные, другие нет. Но всех их объединяет три основных заповедей шпиона. Первое. Тебя не должны поймать. Если поймают, навряд ли кто-либо о тебе услышит. Зная эти две, можно обойтись и без третьей. У шпионов, кроме шифровок, есть и свой сленг. Агент – это шпион, который занимается сбором и добыванием секретной информации. Агент влияния – человек, занимающий крупную государственную должность или в мире бизнеса, журналистики и использующий свое влияние в пользу других государств. Агент – провокатор, проникающий в разные массовые движения, распространяющий ложные слухи, организующий массовые беспорядки. Источник – это человек за деньги или по убеждению, сознательно работающий на другое государство. Нелегальный агент, работающий в стране под вымышленной биографией и именем. Есть и легальные агенты, которые работают под дипломатическим прикрытием. Крот – это агент, внедривший в другую разведку. Легенда – это ложная биография. Короче, этот сленг бесконечный, как и любой профессиональный сленг. Изучая историю атомного шпионажа Советского Союза, можно задать себе вопрос. Как же так? Разгар войны. Соединенные Штаты делают все возможное помочь Советскому Союзу в разгроме фашистской Германии. Еще даже не ясен исход войны. Но для Сталина Америка не является другом. Война – это тактическое сближение в общей цели победы над врагом. Но в стратегическом плане все остается по-прежнему. Конечная цель – всемирная победа коммунизма. В начале 1942 года молодой советский физик Георгий Флеров находился на секретной военной базе и просматривал свежие журналы, только что полученные из Соединенных Штатов. Еще в начале войны Флеров оставил свои научные занятия и добровольно вступил в ряды Красной Армии, получив назначение в авиацию. Но и будучи в армии, все его мысли были поглощены проблемами теоретической физики. Как он вспоминал впоследствии, перелистывая новые американские научные журналы, я был удивлен. До этого они были заполнены статьями экспериментов в области ядерной физики. И вдруг вся информация исчезла. Он решил написать письмо Сталину. В этом письме говорилось, это молчание не является результатом отсутствия исследовательских работ. Наоборот, скорее всего, это явное доказательство, что эти работы проводятся в обстановке секретности. Важное исследование, эксперименты, все засекречено. Конечно, Флеров был прав. Работа Уранного комитета Соединенных Штатов под руководством Аппенгеймера и генерала Грофса была строго засекречена. Еще более волновала Флеров идея, что Германия ведет работы в создании атомной бомбы. Он написал, что в Германии работают первоклассные ученые и находятся значительные запасы урана. Советские физики, как и Флеров, понимали важность работы в ядерной физике. Но во время войны это практически было невозможно. Немцы подошли к Москве. Сейчас было важно не абстрактные научные работы, а практически разработки новых систем оружия. Сталин понял письмо Флерово правильно. Если мы сейчас не в состоянии сделать бомбу, нужно украсть секрет ее производства. В марте 1942 года Семен Семенов и другой агент КГБ, работающие легально в Нью-Йорке под припрытием дипломатических паспортов, получили из Москвы шифрованную телеграмму, в которой объяснялась их первоочередная задача. Германия и Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы получить уран для использования в создании бомбы огромной разрушительной силы. И становится очевидным, что эта проблема близка к практическому осуществлению. Абсолютно необходимо, чтобы вы подошли к этому вопросу со всей серьезностью и всей полнотой ответственности. Вся сеть советских шпионов в Америке начала работу по вербовке новых агентов. Найти таких агентов для вербовки представлялось сверхтрудной задачей, ибо КГБ не имело понятия, кто из американских ученых работает над созданием атомной бомбы. Вот эту аббревиатуру КГБ я подразумеваю в широком смысле слова. Вы же сами прекрасно понимаете, что в разные времена советская разведка подчинялась разным министерствам и разным организациям. Так что, чтобы не усложнять это восприятие, будем называть привычным нам словом КГБ. Случайно, в конце марта 1942 года, КГБ получило ключ. Поздно вечером в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском метро, курьер КГБ, Залмант Франклин, встретил своего старого друга Хиски. Хиски был профессор химии в Колумбийском университете. Они вместе когда-то учились в одном колледже в 30-е годы. Оба симпатизировали Советскому Союзу и были членами Коммунистической партии США. Вы знаете, что в 30-е годы очень много интеллигенции Запада симпатизировало Советскому Союзу. После чудовищной бойни Первой мировой войны, после экономического кризиса 30-х годов, многие действительно с надеждой смотрели в сторону Советского Союза, верили, что там строится новое справедливое общество. Никто и не подозревал, что король оказался голый, что социализм не способен удовлетворить самые элементарные потребности человека, жилье, еду, одежду, что к власти пришел кровожадный диктатор Сталин. В стране свирепствуют репрессии, голод. Но советская пропаганда поет одну песню. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. А ведь это песня 37-го года, когда в день расстреливали более двух тысяч человек. Друзья встретились в метро, а вечером пошли поужинать в ресторан, где Хиски, по словам Франклина, начал разговор о новых типах оружия. Представь себе только одна, только одну бомбу можно сбросить на город и его уничтожить. В своем донесении Франклин пишет, я засмеялся. Но Хиски сказал, зря ты смеешься, я работаю в этом проекте, и мы знаем, что Германия, очевидно, впереди нас. Затем он замолчал, поняв, что сказал что-то лишнее, и попросил меня никому не говорить о нашем разговоре. Василий Зарубин был главным агентом КГБ в Нью-Йорке, и, получив информацию от Франклина, немедленно переслал в Москву. Ответ пришел незамедлительно. Ваша информация чрезвычайно важна. Там же перечислялся ряд технических вопросов, на которые Москва просила разъяснения. Зарубин получил Франклина узнать, как можно больше у его друга Хиски. Вскоре Хиски его перевели на работу в Чикарский университет. Там его контакт с агентом КГБ обнаружило Федеральное бюро расследований, и он был немедленно отправлен служить в армию, подальше от атомных секретов. Нам было нелегко, жаловался агент КГБ Александр Феклисов. С моего приезда в Нью-Йорк за мной все время наблюдали, как только я выходил из здания Советской миссии. Но КГБ прилагало все усилия украсть секреты атомной бомбы. Требовалось найти надежный источник внутри проекта «Манхэттен». Из Москвы прислали большой список американских ученых, которые, возможно, работают над созданием атомной бомбы. Некоторые из них, из этого списка, симпатизировали коммунистам. В конце 1942 года довольно привлекательный брюнетка ехала на велосипеде в небольшом английском городке Бомберы. В парке она остановилась. К ней подошел высокий худощавый мужчина лет 30 в очках. Они менялись несколькими словами. Казалось, что встретились друзья. Он передал ей конверт, и она поехала в сторону Оксфорда, где ее знали как мисс Брэммер, беженку из Германии, мать двоих детей. А вообще ее реальное имя было Руфь Вернер. И она была профессиональным агентом КГБ, подготовленной в специальной школе в Москве, и уже работала секретным агентом в 30-е годы и в Китае, и в Швейцарии. Ее послали в 41-м году в Британию для установления шпионской сети и сбора полезной информации для Советского Союза. Москву интересовала особенно ее новый худощавый знакомый в очках. Он помогал британским ученым в работе над созданием атомной бомбы. Этот человек, Клаус Фукс, в дальнейшем сыграл наиважнейшую роль в передаче секретов атомной бомбы Советскому Союзу. Фукс прибыл в Англию как беженец из Германии. Еще в университете он вступил в Компартию. Когда нацисты пришли к власти, его арестовали, жестоко избили и бросили в реку, думая, что он мертв. Каким-то образом он выжил. Бежал в Англию, где защитил докторскую диссертацию по физике. В начале войны его пригласили на работу в лабораторию, работавшую над проблемами ядерной физики. Коллеги по работе ценили его, ценили его знания. Он был замкнут и никогда ни с кем не говорил о политике. Как вспоминал один из его коллег позднее, такой приятный, тихий парень с печальными глазами. В Британии знали о его, смутно что-то догадывались о его коммунистическом прошлом, но ценили его голову. Никто не предполагал, что этот застенчивый, худощавый физик-теоретик в состоянии вести двойную жизнь. Впоследствии, когда его арестовали, это уже было после войны, он говорил, я сразу решил информировать Советский Союз и установить контакт через других членов коммунистической партии. Это и привело его к знакомству Руф Вернер. Они встречались ежемесячно. Он передавал конверт, в котором содержалась информация обо всем, что знали британские ученые о ядерной программе. Она передавала по радио в Москву. Однажды она вспоминала, что Клаус передал мне толстую книгу с чертежами объемами более 100 страниц и просил передать Москву немедленно. Информация, конечно, наверное, была очень важной. Я не могла сделать это по радио. Я поехала в Лондон и в условном месте оставила сигнал для советской разведки, что ей необходима встреча. Через три дня ее встретил советский агент, которому она и передала пакет. Вскоре было получено радиотелеграммы из Москвы с благодарностью заречить чрезвычайно ценную информацию. Фукс передавал из Англии ценную информацию, но основные работы велись в лабораториях Соединенных Штатов, куда пока советские агенты проникнуть не смогли. В Нью-Йорке Семенов встретился со своим лучшим курьером Гэрри Голд и спросил его, знает ли он что-нибудь о ядерном проекте. Тот ответил, что не имеет ни малейшего понятия. Тем временем Москва настойчиво требовала от своих агентов установить контакт с учеными по списку, которые они им разослали, и в первую очередь с Робертом Оппенгеймером. В Москве не знали, что он был назначен руководителем проекта, но хорошо знали его как выдающего ученого теоретика-физика. Петр Иванов, агент КГБ, работающий в Сан-Франциско, размышлял, как же установить с ним контакт. Но понимал опасность прямого подхода к ученому. Иванов посетил некого Джорджа Элентона, инженера-химика, симпатизирующего Советскому Союзу. Иванов сказал ему, что Советский Союз и Соединенные Штаты союзники и вместе сражаются с общим врагом, с фашистской Германией. Иванов и спросил его, что он знает о работе физиках в Калифорнийском университете в Беркли. Вообще, знает ли он кого-нибудь лично из них? Элентон сказал, я знаю только одного профессора Чевалера, преподававшего в университете курс французской литературы, и который был другом Оппенгеймера. Через некоторое время Элентон встретил Чевалера и попросил его поговорить с Оппенгеймером в интересах его коллег из Советского Союза. Но когда Чевалер попросил Оппенгеймера о сотрудничестве, тот категорически отказался, назвав такое действие предательством. Так что... Но тут случилось маленькое «но», о котором Оппенгеймер сожалел потом всю жизнь. Он никогда не доложил о этой встрече с профессором Чевалером генералу Грофс. Как вы знаете, этот генерал тоже вместе с Оппенгеймером руководил проектом «Манхэттен» и отвечал за безопасность этого проекта. Шел 43-й год. Победа Красной Армии под Сталинградом, Федеральное бюро расследований и американская контрразведка «Время от времени» перехватывали шифрованные телеграммы из Москвы, в которой было видно, что русские очень заинтересованы секретами атомного проекта. В то время, значит, по указанию Сталина уже была создана секретная лаборатория номер 2. В составе... Это где-то лаборатория находилась в Сосновом лесу в окрестностях Москвы. Ее возглавил, по рекомендации академика Иоффе, 40-летний советский физик Игорь Курчатов. При наличии ограниченных ресурсов военного времени Курчатов и его команда остро нуждались в информации советских шпионов, работавших в Соединенных Штатах. Пока вся информация шла из Англии, от Фукса, и его материалы показывают техническую возможность создания атомной бомбы. Но Курчатову нужно было не теоретические размышления, а конкретные информации, как и чертежи атомной бомбы. Берия, который по линии правительства курил атомный проект СССР, потребовал от советской разведки сделать все возможное, чтобы проникнуть в секреты американской атомной бомбы. Наконец, в конце 43-го года КГБ получил неоценимую поддержку. Британское правительство послало после встречи Черчилля и Рузвельта, я вам об этом говорил в прошлой передаче, они решили объединение усилия по созданию атомной бомбы. И вот Британское правительство послало в Америку команду лучших британских физиков. Среди них и был вот этот Клаус Фукс, который в ноябре 43-го года на пароходе отбыл в Соединенные Штаты. Спустя несколько недель Гэри Голд, агент КГБ, получил сообщение от своего босса в Нью-Йорке Семенова, что нужно немедленно приехать. Они встретились в ресторане. Семенов сказал ему, значит, забудь про все свои прежние контакты, забудь про все свои прежние связи. Перед нами стоит одна, одна задача. Мы обязаны сконцентрироваться только на ней. Перед тем, как ты сделаешь очередной шаг, думай, думай опять и думай снова. Ты не имеешь права допустить малейшую ошибку. В 44-м году Лос Алмас был только частью Лос Алмас был только частью проекта Махэттена. В это время строился огромный завод Волк-Рич, штат Теннесси. В этом секретном городе работало несколько десятков тысяч человек, чья задача была производство урана для атомного проекта. Уран был нужен, но не просто уран-238, а уран-235, в котором происходило разделение атомов, и при этом выделялось огромное количество энергии. Завод начал работать, но производство нужного урана прошло медленно. Было принято решение построить еще один завод в городе Хэнфорд, это штат Вашингтон. Всего в Манхэттенском проекте работало 300 тысяч человек. Вот представь себе масштабы по организации работы над атомной бомбой во время войны, где нужен каждый доллар, американское правительство выделило деньги, речь идет о нескольких миллиардах долларов, тех долларов, тех времен, и приняло участие в проекте 300 тысяч человек, работало созданием атомной бомбы в Америке. Рузвель, конечно, старались, вся работа проходила в обстановке секретности, Рузвель даже не мог информировать Конгресс, деньги выделялись под грифом военные расходы. Промозглым утром 5 февраля 1944 года Гэрику Голд, обменявшись условным знаком, встретился в Нью-Йорке с Клаузом Фуксом, который сразу же по приезду в Соединенные Штаты стал сотрудником атомного проекта. Фукс строго следовал инструкции, полученные от Руз Вернер, это как я уже сказал, она была агентом КГБ в Британии. Фукс сказал Голд, что он счастлив снова возобновить работу, помогая Советскому Союзу. Фукс объяснил, что он и его коллеги из Британии работают сейчас над проблемой как выделить 235 Уран из 238 Голд поблагодарил за информацию и сказал, что он немедленно передаст ее Джану. Под этой кличкой был еще один агент КГБ Анатолий Яцков, который работал под дипломом сотрудника в Советском Консулате в Нью-Йорке. В Москве царил праздник. Наконец-то! Их ценагент работает в самом центре атомного проекта. Как и в Британии, так и в Нью-Йорке Фукс избегал знакомства. Он играл немножко на скрипке, купил скрипку, часто в выходные дни выезжал за город. Здание, где работали британские ученые в Нью-Йорке, находилось недалеко от Уолл-Стрит. И никто особо не обращал внимания, как Фукс, скрупулезно переписывая документы, складывая их в свой портфель, ежедневно выносил из здания. Здесь, в Нью-Йорке, охрана британских секретов, где работали британские ученые, находилась на самом низком уровне, в отличие от американских лабораторий под командованием генерала Грофса. Фукс и Голд стали встречаться на регулярной астроне раз в месяц. И в марте Фукс сообщил, что основные работы по созданию атомной бомбы ведутся в Лос-Алмос, это Нью-Мексико. В мае и в июне Фукс передал множество документов с технической информацией, и Голд немедленно доставлял их Анатолия Яцкова. В конце июня Голд прибыл в Бруклин, ожидая встречи с Фуксом, но тот на встречу не явился. Следующая встреча должна была состояться через две недели, но опять Фукса не было. Голд нашел в Нью-Йорке адрес Фукса, но консервежка в этом доме сказала, что он больше здесь не живет. Из Москвы пришло сообщение, выражающее недовольство резиденту советской разведки за утерю контакта с важнейшим источником информации. Но именно в этот момент в истории хищения секретов автонной бомбы появилось новое имя. Теодор Холл, молодой студент-физик из Хавардского университета. В 44-м году ему было только 18 лет. Совершенно случайно он узнал, что в университет прибыл профессор физики, который ищет ученых для работы над каким-то секретным проектом. Об этом ему он рассказал своему румейту, другой студент, который с ним жил вместе в одной комнате общежития. Его звали Севил Сакс, который был коммунистом, симпатизируя Советскому Союзу. Он и посоветовал Холлу попробовать найти работу в этом проекте. Холл поехал в Нью-Мексико. Ему повезло. Из-за нехватки кадров молодого студента и приняли на работу в лаборатории профессора Росси, который работал над проблемой «Какое количество урана-235 нужно для производства цепной реакции?» Молодой студент проявил себя и Росси рекомендовал его Аппенгеймеру. Сейчас делаем небольшой перерыв и продолжим. Уважаемые друзья, мы возвращаемся в программу Яна Йоффе «Странички истории». В этом сегменте, как обычно, Ян соглашается ответить на ваши вопросы, если такие появятся, или выслушать ваше коротенькое мнение. Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а пока, Ян, прошу вас, давайте продолжим. Производство урана 235 было крайне трудоемким, и завод Волк-Рич был не в состоянии произвести его в достаточном объеме. Возможно, то, что он делал, хватало только для нескольких бомб, а генерал Грофс требовал много. Тогда Аппенгеймер пришла идея сделать бомбу из плутония, производство которого было намного проще. Холл был самым молодым участником атомного проекта. Постепенно, вникая во все детали бомбы, он стал думать, что американское монополие на производство такого оружия опасно, и ее нужно предотвратить. Как он говорил, мое решение установить с советами контакт не было внезапным, оно зрело постепенно и было результатом моего сознательного выбора. В середине октября 44-го года Холл взял двухнедельный отпуск и поехал в Нью-Йорк навестить своих родителей. Я прошу прощения, у нас есть звонок, давайте попробуем ответить на звонок. Уважаемые друзья, пожалуйста, если вы дозвонились, не вешайте трубку, дождитесь, пока вам ответят, потому что мы прерываемся просто зазря. Спасибо. Ян, прошу вас. Давайте, дорогие друзья, вот так договоримся, тут осталась у меня концовка этой передачи, я не хочу ее прерывать, и давайте я уж сегодня там доскажу, как это все происходило. Без проблем, без проблем, все, так оно и будет. Спасибо вам. А тогда уже в следующей передаче, если у вас возникнут вопросы, в целом по этой передаче, с удовольствием на них отвечу. Значит, так вот, Холл в Нью-Йорке навестил своего друга Сакс и рассказал ему, на чем он работает в Лос-Алмосе. Друзья решили пойти в Амторг, это американско-советская внешнеторговая организация, гнездо советских шпионов, работавших в Америке. Там они встретили Курнакова, который представился им как советский журналист, а в действительности он был агент советской разведки. Ему и передал Холл папку, в которой находился написанный хорошим почерком рапорт с описанием принципа действия бомбы. Они решили, что в дальнейшем всю информацию Холл будет передавать Саксу, а через него Курнакову. Для резидента советской разведки в Нью-Йорке Павла Фитина это было огромной удачей. Теперь у них есть агент не только в проекте Манхэттен, а в Лос-Алмасе сердце американской атомной бомбы. Тем временем Гэри Голд и Анатолий Яцков искали исчезнувшую Клауза Фукса. Они нашли его сестру в Кембридже, штат Массачусетс. Как и ее брат, она была коммунисткой и сказала, что Фукса перевели куда-то на Юго-Запад, но он обещал навестить ее на Крисмос. Юго-Запад оказался Лос-Алмасом, и здесь Фукс проявил себя как способный ученый, работавший день и ночь. У него был маленький офис, днем он работал над проектом, а ночью готовил материалы для передачи в Советский Союз. Все думали о нем как о тихом, трудолюбивом человеке, который прилагал все усилия для достижения цели. Реальность была другая. Шпион прекрасно сыграл свою роль. Вскоре Холл и Сакс встретились в читальном зале паблик-лайбрии университета Нью-Мексико, и там Сакс передал вопросы, которые интересовали Курчатова и его команду, а Холл всю информацию, которую он собрал за время своей работы. В Нью-Йорке Сакс передал ее Анатолию Яцкову. Из Москвы подтвердили, что эта информация бесценна. В феврале сестра Фукса сообщила, что ее брат приехал в Кембридж. Голд помчался туда, и там в доме сестры Фукс передал внушительный по размеру пакет. По указанию Яцкого Голд предложил ему деньги пять тысяч долларов, но Фукс отказался. Когда Курчатов получил пакет, он узнал, что попытка собрать бомбу с использованием Плутония оказалась неудачной. Это сэкономило команде Курчатова много времени. Каждый раз, получая подробные материалы, Курчатов говорил, исключительно важно, особо интересно. Он, конечно, на похвалу не скупился, и было за что хвалить. Голд опять собрался на встречу с Фуксом. На сей раз Яцков сказал ему, что он должен встретить там еще одного человека, который передаст ему информацию. И этот человек тоже работает в Лос-Алмосе. Это была грубейшая ошибка КГБ. Агент КГБ Александр Феклисов вспоминал, что были нарушены основные правила. Нельзя давать одному связнику двух агентов. Голд отправился в Нью-Мексико. Там он отправился по адресу, который дал ему Яцков. И позвонил дверь. Ему открыли. Мистер Гринблас спросил Голд. Да, я приехал от Юлии. Хотя Голд не знал многих деталей. Давид Гринблас был армейским сержантом от командированного в Лос-Алмос, и он работал в мастерской отливающей формы для будущего ядерного заряда. Он не был ученым. Его информация была не так уже существенна. Но Москва хотела знать все, абсолютно все. Голд дал Гринбасу 500 долларов. В 1949 году, это уже после войны, американцам удалось расшифровать коды, по которым советские агенты передавали сообщения в Москву. Они были ошеломлены. Телеграмма 1944 года суммировала сверхсекретную научную разработку. Один из агентов Федерального бюро расследования сопоставил всю информацию, что секреты передавал британские ученые. FBI проинформировали MI5, это, вы знаете, это британская военная разведка. По окончании войны Фукс вернулся в Англию и продолжал работать в секретном отделе английской специальной лаборатории, которая работала и над атомной и над водородной бомбой. А также он преподавал теоретическую физику. Значит, у британцев не было таких прямых доказательств, что Фукс шпион. Это вот только был перехват из Америки. И на первых допросах Фукс категорически не сознавался, что он когда-либо работал на Советский Союз. Но дальше вот кто тот читал, это крайне интересная история, история Клауза Фукса. Тот следователь английский, который вел с ним беседы, несколько месяцев он его допрашивал, но как это сказать, допрос в виде дружеской беседы. И в конечном итоге, через три месяца допросов, Фукс раскололся и признался. А вот Гэри Голд был арестован агентами FBI 15 мая 1950 года. Обратите внимание, что все это уже произошло после войны Филадельфии. Перед судом, значит, тут сейчас установим связь, кто такой был Гринплесс и какое отношение он имел к супругам Розенберг. А вот перед судом, когда уже в Англии состоялся суд над Фуксом, после его признания, его адвокат спросил, ты знаешь, что тебе грозит этот суд? Ну, Фукс сказал, конечно, знаю, смертная казнь. А адвокат засмеялся, говорит, нет, тебе никакая смертная казнь не грозит. Дело в том, что ты во время войны работал не на врага, а ты, значит, работал на союзника, нашего общего союзника во время войны. Так что тебе максимум, что грозит, 14 лет. Ну, адвокат был прав, Фукс и получил свои 14 лет. Отсидел он только 10, значит, его отпустили, он уехал в ГДР, значит, где преподавал в университете, в Берлинском университете, возглавлял отдел теоретической физики. А вот Гэри Голд после своего ареста в 50-м году заложил абсолютно всех. И в первую очередь Грейм Леса. Это вот этот американский сержант, который работал в лаборатории. Тот был арестован и сказал, что он завербовал Юлию и Юлиса и Этл Розенберг работают на Советский Союз. Вот тут интересный момент. Да, он их завербовал, но они непосредственно не работали над атомным проектом. Юлис был инженер-химик, он, конечно, был кое-что связан с какими-то незначительными секретами, но при аресте их спросили, вы работали на Советский Союз? Им было достаточно признаться, у них в это время было двое маленьких детей. Да, кое-что работали, да, кое-что передавали нашему родственникам, этому Гринглессу информацию. Ну и получили какой-то срок, ну, 10 лет, 15, но они категорически отрицали, что они были преданными коммунистами и начали категорически отрицать. Судья Кауфман, значит, а это уже было в 50-е годы, когда в Америке было массовое антикоммунистическое истерия. Почему не могли больше предоставить материалы на суде? Дело в том, что это было основано на шифрованных русских телеграммах. Американцы не хотели знать, что они всю войну расшифровали русские шифровки дипломатические. И поэтому суд принял решение смертной окази. Как вы знаете, Розенберги были и казнены. Вот обратите внимание, в этом проекте русские задействовали десятки, а может сотни своих шпионов КГБ. И после войны все, как говорят, получили по срокам. Кстати, и советские разведчики получили свое. Например, генерал-лейтенант Судоплатов, который возглавлял этот проект атомный, под его руководством работали все агенты КГБ в Москве. Вы же знаете, во время, когда Берю арестовали, его отдел, а его он же возглавлял отдел многие годы, который уничтожал врагов советской власти за границей. Ну и тогда решили, что это был явный бережский такой человек. И Судоплатову, генерал-лейтенанту, вкатили 15 лет. Он отсидел аж с 1953 по 1968 год, 15 лет в одиночной камере. Он получил свое. Получили все свое. И агент КГБ Семенов, вы знаете, когда они возвращались, и Зарубин получил свое. Когда они все возвращались в Москву, а в Москве все время переходили перетасовки, то расстреливали Берия, то снимали Хрущеву. Они все сидели, 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 получили свое. И те, которые принимали участие в убийстве Троцкого, но получили не за убийство Троцкого или там руководители украинской повстанческой армии, получили за другое, получили за те местные интриги, которые все время возникали. Ведь еще при Сталине повело, что надо расстреливать всех руководителей этих, начиная от Ежова, и пошло, и пошло. Эта традиция соблюдалась долгие-долгие годы. Так что Розенберги получили, но они меньше всего и заслужили смертную казнь. Фукс, который должен был казнен, как видите, отделался десяти годами. А вот Холл вообще оказался более удачливым. Хотя ФБА точно знало его имя и чем он занимался из шифрованных телеграмм. Они, как я уже вам сказал, не хотели, чтобы этот секрет стал публичным. А других доказательств у них не было. В 60-м городу он и его жена уехали из Соединенных Штатов и переехали в Британию. Холл стал работать в Кембриджке в 1995 году, не так давно. Значит, когда уже Советский Союз рухнул и шифры КГБ стали известны, тогда репортеры пришли к нему домой. Он отказался с ними разговаривать. Он еще прожил четыре года и умер в возрасте 74-х лет. Ну, подходит к концу наш разговор и остальное вы знаете, как понеслась дальнейшая спираль. В 1952 году американцы взорвали водородную бомбу мощностью 10 мегатонн, 500 раз более мощную, чем бомбы, сброшенные на Хиросима. А Пенгеймер отказался работать над этим проектом и высказал публично свою позицию. Он продолжал работать с Принцентом университета до 1966 года. На следующий год он умер. Ему было всего лишь 62 года. Ядерная гонка продолжалась. В 1954 году американцы взорвали 15-ти мегатонную бомбу на крошечном острове Бикини в Тихом океане. Радиоактивное облако распространилось на 7000 километров. Русские взорвали 50-ти мегатонную бомбу на Новой Земле. Это был, наверное, самый мощный взрыв вообще за всю историю испытаний ядерных бомб. Вскоре атомную бомбу сделала Британия в 1950 году и Франция в 1960 год. Затем Китай в 1964 году, Индия в 1974 год. Затем Пакистан в 1998. в начале 80-х годов Советский Союз и Соединенные Штаты имели 65 тысяч атомных бомб. Теперь их осталось только 22 тысячи. Ну, конечно. Уважаемый Ян, на этом мы должны закончить. Нас просто выключат. Спасибо Большого. До свидания.